всем привет меня зовут владимир и добро пожаловать на второй выпуск угадай музыку с кассеты в комментариях под первым выпуском данного цикла видеороликов вы мне написали довольно таки много комментариев всем спасибо кто участвовал насколько я понял вам это понравилось поэтому соответственно сегодня вторая серия будет и да кто-то угадал одну композицию кто-то 5 а кто-то все 10 угадал и соответственно первый написал весь список того что прозвучало под тем видеороликом в комментариях я даже назову пользователя под ником контора зил он первый справился и написал полностью список из 10 композиций которые прозвучали по предыдущим видео поздравляю но есть один небольшой такой нюанс я говорил что музыка которую вы услышите будет звучать пять секунд до чего это сделать для того чтобы youtube не распознал музыку и соответственно не забанил видеоролик для того чтобы программа шазам не смогла распознать музыку как я думал я знаю что такое шазам включаем музыка играет шазам пишет название и каково же было мое удивление если я буквально вот несколько минут назад включил свой видеоролик включил шазам и он распознал 10 из 10 результат при том что вся музыка звучала по пять секунд неважно первый победил человек с ником контора зил и так сегодня я для вас подобрал снова десяток даже 11 кассет и мы их послушаем но учитывая тот факт что в процессе подбора записи я сам лично пользовался программой шазам она распознала практически все за некоторым небольшим малюсеньким таким исключением то есть то что вы сейчас услышите я вам предлагаю также как в первой части угадай мелодию напиши что за группа и кое в чем вам шазам не поможет он не сможет распознать правильно давайте будем включать музыку а вы мне пишите в комментах что это за музыка забыл сказать сегодня диапазон будет уже в плане годов исполнения 93 97 год вот в этом диапазоне то есть середина 90-х годов прошлого века будет музыка вся музыка за рубежка российских команд не будет и как в первой части рок-музыки тоже не будет пока не будет следующих частях скорее всего будет рок-музыка готовы ну давайте попробуйте угадать то что звучит сейчас первая кассетка на сегодня это вот такой вот ракс хочу напомнить вам что все записи которые сегодня вы услышали это записи из это записи из тех кассет которые у меня сохранились еще с тех времен из моей личной коллекции следующая максов ну как шазам справился с такой песней вот интересно сегодня будут некие сложности с распознаванием конкретно с этой темой было все не просто так идем дальше следующие кассетки пойдут из этой стопочки такая вот интересная сонечка не интересная интересная запись неплохой сборник когда-то я составил хорошо продавался слушаем ну это легко это легко думаю хиты середины 90-х как-никак дальше коника кайкс слушаем знаете сразу в голове всплыла надпись красная плесень ну потому что они эту песню сто процентов делали кавер так что у нас следующее ну ладно это я вам вот ладно покажу квадро дэнсинг 3 опять же мой сборник из 90-х если вы подписаны на мой канал я думаю вы прекрасно знаете что у меня была серия видеороликов под названием все мои магнитофоны где я рассказывал о том чем я занимался в 90-х у меня была студия звукозаписи и я об этом рассказывал вот с тех времен моя так сказать мастер лента который я писал кассеты слушаем офигенный сборник я до сих пор вас удовольствием слушаю 95 или 96 год кассета у меня таких сборников было до штук 5 было идем дальше о есть и пи ну поняли это мои мастер копии сейчас звучат с которых я тиражировал записи слушаем думаю достаточно конкретно эту запись шазама распознал мне по моему за 200 секунды ну неважно идем дальше кстати говоря эта кассета я сейчас вот вскрою наклеечку чтобы было не видно что там за группа вот эту лично я покупал кассетку на радиорынке в 90-х годах покупал у конкурента ну вы поняли да то есть помимо меня музыкой кассетами на радиорынке торговал в общем не я один вот эту запись я покупал именно у него качество записи как я теперь понимаю не очень но довольно таки забавная группа я кстати его слышал только вот в том году и больше ни разу ни до этого ни после этого я эту группу не слышал угадайте да качество записи так себе но музыка забавная музыка забавная середина 90-х еще одна кассетка на этот раз это TDK D90 конкретно про эту кассету у меня даже целая история есть я ее приобретал не в Краснодаре как раз середина 90-х годов я ездил в Москву и в одной студии звукозаписи в Москве купил музыка музыка такая вот у меня запись сохранилась даже не столько запись сколько память о моем путешествии в Москву я там не только эту кассету покупал еще кое-что покупал идем дальше следующая у нас это опять Konica KX ну вот офигенные кассеты знаете у меня был видеоролик давно какие кассеты мне нравились какие нет в общем какая кассета типа а-ля рейтинг от меня и вот вот такие вот Konica KX именно Konica были разные были которые мне вообще не нравятся а были вот эти KX я поставил практически наравне с кассетами CDK D90 офигенная лента не удивлюсь если у них была одна и та же лента я думаю вы знаете что многие кассеты делались не теми чьи логотипы на них стояли то есть вполне возможно их сделал какой-нибудь корейский производитель ленту для них они просто оставляли свой корпус и продавали слушаем кассетка Konica вот такая мне музыка нравится я часто довольно-таки слушаю так что у нас осталось парочку опачки ну кассетка range хотя внутри конечно а я помню да не важно я вам покажу конечно саму кассетку но эта кассетка не имеет никакого отношения к этому корпусу кроме самой ленты то есть я из рейнджа стоял вот такой вот корпус запись начала 90-х очень известная тема была я прям помню тащился под нее мы тут устраивали дискотеки на улице костер колонки а с 50 и все это ухает в 11 ночи перед соседям 3dk д-90 угадываем как вам заключительная ммм как вам такая музыка а вот с этой не все так просто дело в том что даже если я бы ее вам сейчас включил не на 5 секунд а не знаю на минуту аж шазам ее не распознает всем пока ставим лайки подписка жмем колокольчик ну вы понимаете да о чем я давайте лайкайте пишите комменты я все комменты читаю всем пока до новых встреч увидимся еще